Я услышала сильный разрыв, я сидела в зале, работала за ногами, услышала сильный взрыв. Мне уже показалось, что это уже попадание было в дом. Но когда я пробегала через зал и прихожую, я спряталась в дверном проеме. Когда я смотрю, тут же в дверном проеме, вот здесь стою, смотрю, а у нас здесь стены нету, а ребенок вот в спальне напротив этой стены. Я не могу ни к ребенку подойти, ни ничего помочь, никак просто ты как в какой-то западне оказался в этом дверном проеме. Я смотрю назад, здесь у нас две двери, вот металлопластиковые, они полностью вышибли. Вот этот с металлопластика уголок прошиб нам дубовую дверь, которая там стоит в прихожую. Она открыта у нас полностью, он прошиб ее полностью, прорвал. Все это уже надоело, уже вот так. Мы страдаем, простые люди страдаем. А чего мы страдаем? То, что стягиваешь где-то какие-то копейки до копейки, что-то стягиваешь, отстраиваешь себе, и в один миг как-то это бомжик превращается. Я даже не знаю, по Еленовке сколько говорили разбито, да, ну, конкретно так, по-моему, что-то около 20. Разбитых. Ну, а так нарушений, что окна двери постоянно вылетают. Только успеваем стеклить-то, чем-то заделывать. Бьют. Бьют, а мы латаем. Что, если его не накрыть, он до весны разрушится полностью. Ну, это у нас, как мы ее называем, кукушка, выездной миномет выезжает и начинает нас тут шестить. Это уже сколько лет, как вот эта война, и постоянно со стороны завансовхоза, со стороны химика выезжает миномет, и 120-ки, видать, лупят. Серьезно, лупят. Спасибо. Вот такие дела. Ну, тут, скорее всего, два, видать, упало. Потому что как-то непонятно, откуда, с той стороны, видать, летел, что попало ли в веранду сразу, что один снаряд, не знаю. Кто его знает, тут же никого не было, если кто-то был рядом, все сидят по подвагам. Будем сейчас латать своими силами, что есть, ремонтировать, чтобы спасти хотя бы стены. Редактор субтитров А.Семкин